Ребят, это видео бы не состоялось, если бы не поддержка и помощь БГТ-воркшоп компании, в которой я работаю, которая предоставила мне тачку М5Е60, о которой будет следующее видео. Спасибо им огромное, очень люблю свою компанию и работу. Давайте, погнали, короче, смотрим этот классный влог. В 2005 году все сумасшедшие собрались на одном заводе, у них было куча денег, куча возможностей, не было никакого кризиса. Это моя новая тачка. Ааа, я все себе оттяжусь от нее. Друзья, этот день настал. До этого дня я была автоблогером без авто и теперь позади меня вы видите мою машину М5Е60. Меня очень много людей отговаривало от этой покупки. Мне говорили, Ангелина, ты дура, Ангелина, ты глупая. Эта тачка с тебя последние штаны снимет. Вот столько ты будешь складывать с нее нервов, денег, всего-всего, но я ее купила. Как вы думаете, сколько вообще времени назад я ее купила? Два месяца прошло с момента покупки. Я ни разу не села за руль этой машины. Потому что все это время она стояла в автосервисе, не проехав ни одного километра, я уже вложила в эту машину 400 тысяч рублей. Четыреста косарей и проехала ровным счетом зеро на ней. Почему я эту машину вообще купила? Ладно, честно сказать, я пересмотрела роликов Эрика, как он его ускорял, как он говорил, что эта тачка просто легендарная, что она просто... Я понимаю, за что я плачу. Я плачу за тот самый кайф, за те самые мысли, которые в эту машину вложили лучшие техники. Компания BMW из чемпионов. Это двигатель, формула и так далее и тому подобное. Я хотела прочувствовать это, но я уже месяца два не могу прочувствовать это. Никоим образом вообще она не подпускает меня к себе. Если вы думаете, что я купил какую-то тачку дрова, там, не знаю, у нее пробег 300 тысяч километров или она с Дагестана... Дагестан очень люблю, целую обнимаю, но у вас тачки выжатые немного. По ПТС у нее всего два владельца и оригинальный пробег 70 тысяч километров. У нее просто салон идеальный, он не перешитый. Белый салон в идеальнейшем состоянии. Вы сами должны понять, какая-то уникальная находка. Но 70 тысяч километров, 15 лет и она не едет. Она, блин, была тачкой выходного дня, но никто не ездил. Ну почему она сейчас? Она что, разленилась? Она ехать больше не хочет или что? Я не поедет не могу. Что с тобой не так? Давайте я вам покажу просто, в каком она сейчас состоянии. Тачка 2005 года. Что у нее? Вот на эти зазоры, смотрите, да? Вот зазоры. Это ненормально. Тачка когда-то стоила 130 тысяч долларов. Даже для сегодняшнего дня это очень много. Диски оригинальные, хорошие. Прям, если посмотреть, они даже хорошие в более-менее качестве. Но если посмотреть через эти диски, посмотреть на, блин, диски тормозные. Но мне тут одни парни, цитирую просто, вот вырезанная цитата. Это что за сульта такая? Это что за чанда такая? Тут, короче, какая-то непонятная абсолютно история с тормозными дисками. Они не оригинальные. И почему у владельца, который купил эту тачку, у которого должно быть... Ну, это не на последние деньги эта тачка покупается. Почему он не мог поставить нормальные, блин, тормоза? Если здесь еще более-менее понятная история, то сзади, сзади вообще что это такое, блин? Этот тормозной диск, его в принципе можно было сюда не ставить. Это просто вот, типа там нету перфорации, да? А здесь перфорация просто излишек. Она просто как будто, я не знаю, какая-то, блин, моль, которая ест не шерсть, а ест, блин, как-то железно. Она проела этот диск просто насквозь. Смысла от нее вообще никакого нет. Тачка прям, это какое-то сплетение просто противоречий. Это непонятная, блин, вмятина. Единственное, что спасает эту историю, это наклейка Смотра Ру, которая вселяет такой небольшой лучик надежды в эту машину. Походу, только на ней она и держится. Сейчас я ее заведу, идите сюда. Очень странный звук. Очень странный звук, я не могу понять, почему она так звучит. То есть, по сути, она не должна так звучать, как будто какой-то трактор, который... Тачка очень непонятная, я ее уже всей душой ненавижу. Вот, реально, я не верю, что от этой ненависти до любви какой-то к ней может быть хоть какой-то шаг. Мне нужно будет пройти километр, блин, десять километров, чтобы полюбить эту тачку. Но я еще ни разу за нее за руль не садилась. Я ее не водила. И я не знаю, как она водится. Я надеюсь, что хотя бы вот эффект, тот кайф, который многие от нее получают, сможет как-то вытянуть ее из того дна, на котором она сейчас находится. Я нажимаю на педаль газа. Она, блин, она такая... Она жесть дерганая, ребят! Я уже ее боюсь. Что-то у меня сердце колотится, если честно. Боюсь я эту машину. Ой, ДПС. Здравствуйте. Короче, я первый километр поеду очень спокойно, потому что я еще не знаю, какая тачка в поведении, как она рулится, как у нее все устроено. У нее еще... У нее руль очень тяжелый. Нужно, блин, приложить усилие. И к тормозу приложить усилие. И, короче, с этой машиной я чисто стану качком таким. Я чувствую, уже чувствую. Я нажимаю на педаль, и она очень долго думает. Давайте вот насчет коробки, да, разъясним. Я не эксперт, я сразу говорю. Я как бы дисклеймер. Я не эксперт. В этом плане сейчас я сделаю такую небольшую ставку с Эриком Давидовичем, который очень хорошо описал, как эта машина вообще в поведении вот ощущается. Именно на этой машине, именно на этой коробке переключение скоростей происходит таким образом, что как будто ты стоишь раком голый, а тебе в жопу вносится товарняк. Мотор здесь у нас V10. Моторка, по которому все просто текут. Вот все автоблогеры просто готовы встать на коленях перед этим мотором. Я не готова еще, я вам сразу скажу, потому что я не чувствую пока этого кайфа. 507 лошадиных сил. Сколько здесь лошадиных сил осталось после 15 лет вообще использования этой тачки, я не знаю. Я очень надеюсь, что она не высосет из меня последние соки в плане бабок и в плане нервов. Так что, если вам интересно вообще, как это все будет обстоять, и если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь и увидите все совсем скоро. Вот сейчас я открыла заслонку, все по максимуму выставила. У меня все внутри сжимается просто, когда я слышу этот звук. Охренеть! Это сзади меня, да? Это сзади меня такой звук? Это что за истребитель такой? Так, ну что-то скучно в пробке, да? Надо немного развеселить, ребят. Охрененный звук! Просто! Как будто я на болиде сижу. Эта машина провоцирует, реально. Даже в пробке ты сидеть нормально не можешь, на попе ровно. Сколько эта машина имела людей, и сколько раз на ней просто обматывались вокруг столба, я не знаю. Счета нету, короче, никакой статистики. Но факт остается фактом. Очень людей много покалечилось из-за этой машины. Она страшная, на самом деле очень страшная машина. Короче, я приехала к своему хорошему знакомому из Бруклс Детейлинг посмотреть на его реакцию, потому что он тоже владелец М5Е60. Сейчас мы смотреть на его реакцию, мне очень интересно. Он не знает, какую тачку я купила. Привет! О, шалей! Что за машина вообще? Сейчас мы, короче, покажем Илье, как звучит эта тачка. Я смотрю, Илья нравится. Я тебя поздравляю, но, конечно, очень такой интересный выбор для девушки. Она как будто очень-очень заторможенная. Нажала. Это что? Это 507 сил, вы хотите сказать? Я не могу понять, в чем проблема. У нее коробка специфическая. Этой коробкой, чтобы ее на 100% понимать, нужно ехать на машине в ручном режиме. Давай попробуем. Давай попробуем. 2005 год, после моих поток, рвется на свободу, смысл лови между строк. Два года не срок тому, что создан в вечном инфинити по-русски. Значит, бесконечность, путь не млечный, и твердо на земле стоим. Каждую строчку я превращаю в дым. Я был злым, теперь же просто опасен. Кому расплат не ясен, давай объясним. Вся жизнь, воплощение идей в голове. Илья, ты ожидал такой поворот событий? Я не ожидал такой поворот событий от тебя. Мне понравилось. Я просто не такой эмоциональный, как вы. О, боже мой. Я тебя поздравляю. Реально, купить такую машину – это поступок. Так, увиделись мы с господином Сунатом, у которого есть М5-М90. Короче, суть в том, что ты никогда не катался на М5-Е60. Нет. Есть какие-то ожидания от нее? Бешеная машина. Что бешеная? Уже по выхлопу, когда вы ехали, уже было слышно, что что-то страшное. Ошаленная такая. Ладно, сейчас я буду кататься. На ты, короче. Погнали, садись тогда. ЕДЦ что такое? ЕДЦ – это чтобы она мощно-мощно была. Ага. Ну ты давай аккуратней, а то я уже боюсь. И по поводу так и делаются, чисто по глупым поступкам. Скажи у нее ошаленный выхлоп. Выхлоп как будто пробитый, нет? Можно сделать вот так. Слышишь что-нибудь? Вообще ничего не слышно, да? А сейчас? Это заводское или нет? Нет, активный выхлоп здесь поставлен. Надо за рулем у нас проехаться. Да. Ой, блядь. Здесь пропало. Блин, прикольно. Сейчас мы делаем небольшой change. Сюда садится за руль этой тачки. И после своей М5 в 90 он должен прочувствовать, насколько эта тачка просто ядерная. Она максимально отличается атмосферной своей. Прикольно, на самом деле. Ты сначала приучись, приучись, ладно? Не так страшно. Не так страшно? Мне вот страшно стало, например. Сейчас пока ты сидишь на ней, ты становишься таким немного дагестанцем, да? А ну, зал, 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 зал. Смотри, смотри сразу локти в стороны, да? Пипец! Смотри. Смотри. Тоса идет медленно, а потом она вырывается на 100-200. Страшно. Пойдем. Вау! Вау! Ты слышишь, что это? Пипец! Купеееееееееет! Ничего себе, он очень громкий! Да, очень громкий! Прикольное, спасибо, что надо прокатиться. Никогда не катался? Ну тут надо его крутить. Я не хочу крутить, потому что может развернуть её, наверное. Ну тут да, конечно, нужно закрутить хорошенько. Как пугать людей, да? Реально как будто болит какой-то лезть Просто я в шоке Такого у меня коленки подкашиваются Как это страшно Это очень страшная машина Это тачка убийца реально Крутые эмоции, но нужно на ней Наверное, прикататься То есть неделю, две Но не на каждый день М5, F90 безопасно На каждый день вообще это пенсионерская машина Реально Таких эмоций она вообще не дает На это прям страшно У меня просто все внутри сжимается Такой жим-жим, пипец Так, ребят, мы, короче, устроим сейчас битву выхлопов Это Акропович Очень быстрая тачка, 840 сил Выхлоп сделан за 600 тысяч рублей Эта машина стоит практически 600 тысяч рублей Ладно, настолько не стоит Короче, сейчас будем мериться выхлопами Нужно встать назад Ребят, это, короче, Азиза Стайв Я думаю, вы уже все его знаете давным-давно на моем канале Что ты ожидаешь от нее вообще? Я на этой машине ни разу не ездил вообще за рулем Вообще ты не ездил ни разу за М5 Е60? Нет, ни разу Вообще в этом поколении кузова Мы нашли машину, за которой Азиз ни разу не сидел Это уже, блин, свершение просто Сейчас будем немного суетить S это самый мощный 5 это самый, типа, жесткий Чтобы подрамник оторвало, да, сразу с креплением Можем, да, Хасан? Да Здесь AUX есть вообще? Или музыка, блютуз, что-нибудь нет? Я для меня самая большая загадка являлась не то, как переключиться на спорт режим в этой машине А где находится здесь AUX Есть AUX функция, но выхода вообще нигде нету Ни под сиденьем, ни вот здесь, ни вон там, под очки тоже его нет Напишу человеку, у которого была такая машина Слушай, подскажи, пожалуйста, где в М5 Е60 AUX находится? Получается, сзади, вот где консоль идет, посередине Мучнее, где было, по себе консоль Там, сзади, скажи Да, сзади, пассажир Нет Опять хейтеры будут писать в Ютубе Зачем? Зачем вы так гоняете? У меня где-то фотка есть старая Где я на отца 140-ом еду Типа 200 Коленкой держу руль Не, ну это не есть хорошо Я держу коленкой руль Левой рукой ем шаурму А правой по телефону разговариваю И вот так, типа, еду, короче Но это было по Киевке, наверное, году в 10-м или в 9-м Зачем вы так гоняете? Почему? Зачем вы это делаете? Чисто разошелся, короче Блин, почему она не переключает дальше? Школа по Хасансу на Кутузе, короче Когда красиво, завитайте в МАК Вам чек нужен? Она такая, нет, у меня своей Чек Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Малыш я тебя люблю Ты ни разу не подвела Ты такая хорошая Ты такая хорошая